Приветствую вас на канале Маф Инструкции. В этом видео я покажу, как бесплатно создать NFT на OpenSea. OpenSea это сайт, на котором любой художник может превращать свои работы в токены и выставлять их на продажу. В отличие от других платформ, здесь создавать NFT можно бесплатно, а за выставление на продажу нужно будет заплатить только первый раз стандартную комиссию сети Ethereum. Я буду загружать вот эту картинку, логотип MAF в формате .jpg, но в видео я расскажу и про другие форматы. Чтобы войти на OpenSea, нам понадобится Ethereum кошелек. Это приложение, которое позволяет хранить криптовалюту и NFT. По умолчанию сайт рекомендует использовать MetaMask, но можно использовать и другие из тех, что предлагает сервис. Если у вас еще нет Ethereum кошелька, то рекомендуем посмотреть на нашем канале инструкцию по установке и настройке MetaMask. У меня MetaMask уже установлен, поэтому нажимаем «Войти». И при первом запуске нам нужно будет ввести пароль от нашего кошелька. Мы попадаем на страницу нашего профиля. Здесь можно изменить обложку, можно изменить наш аватар или зайти в настройки, изменить имя. Но всем этим можно заняться позже. Нас интересует вкладка Create. Здесь мы видим «Мой коллекции», «Страницу для разработчиков», «Загрузку NFT» и «Техническую документацию». Второй и четвертый пункт нам пока не понадобятся. Первым делом нужно создать коллекцию, а потом добавить в нее наш NFT. Наоборот, сделать не получится. Поэтому нажимаем пока «My Collections». Коллекции – это что-то вроде витрины, где мы группируем наши работы по темам. Пока здесь пусто, но чтобы создать первую, нажимаем «Create». Нам предлагают выбрать логотип, название и описание для коллекции. Логотип и название – обязательные поля. Логотип рекомендуется использовать 350 на 350, то есть квадратный. Так он будет выглядеть красивее. У меня уже подготовлен. Вот он. Но можно использовать и другого разрешения, просто тогда он обрежется и будет не очень красиво. Название я пишу «Mav.io», для примера. Описание пока оставлю без изменения. Позже его можно будет изменить в расширенных настройках. Нажимаю «Create». Вот мы создали первую коллекцию. Сервис нам предлагает сразу добавить в нее предметы, то есть создать наш первый NFT. Именно это нам и нужно, поэтому нажимаем «Add Items». Мы попадаем на страницу только что созданной коллекции. Позже сюда можно будет добавить обложку. Первая кнопка – это вход в расширенные настройки. Вторая – это страница с информацией о покупках. Третья – это ссылка, чтобы посмотреть, как будет выглядеть наша коллекция для других пользователей. Прокручиваем ниже и видим, что пока предметов нет, но есть кнопка, чтобы создать новый. Нажимаем «Add New Items». Иногда на этом этапе нужно бывает нажать «Подписать». Это цифровая подпись, с помощью которой блокчейн идентифицирует владельца. Подпись запрашивается, когда мы совершаем какое-то важное действие с аккаунтом. Входим, что-то создаем, удаляем, изменяем или выставляем на продажу. Никакие средства со счета списываться не будут. Просто нажимаем «Подписать». Теперь загружаем наш файл, который мы хотим превратить в NFT. Это может быть картинка, видео, аудио и даже 3D-модель. Поддерживаются множество популярных форматов – JPEG, PNG, GIF, MP4, MP3. Максимальный размер не должен превышать 100 МБ. Если файл тяжелее, например, это 10-минутное видео в формате 4К, то можно снизить качество или размер. Ссылку на оригинал добавить в одном из следующих пунктов. Дальше видео я покажу, в каком именно. Но пока добавляю свою NFT, которую я заранее подготовил. Это будет логотип MAF. Придумываем название нашему произведению. Я назову MAF Logo. Далее идут необязательные поля. В поле External Link можно добавить ссылку с подробной информацией о нашем произведении. Например, на личный сайт или публикацию в Инстаграме. Я сюда вставлю ссылку на сайт MAF.io. В поле Description пишем подробное описание нашей работы. Оно поможет покупателю лучше понять, что на ней изображено. Здесь даже поддерживается свой язык разметки – Markdown. Обладать особыми знаниями программирования здесь не надо. Можно заглянуть в эту шпаргалку, чтобы узнать, как делать заголовки, жирный шрифт и даже таблица. Пока я все это оставлю пустым. Впоследствии это можно будет отредактировать. Далее идет целый ряд настройок, чтобы описать характеристику нашего предмета. Это своего рода хэштеги, по которым и мы, и покупатели могут сортировать предметы. Для примера, рассмотрим уже созданную работу. Это произведение Коннери из коллекции вымышленных персонажей, Hashmasks. Здесь мы видим описание и прямо под ним характеристики. Например, вот характеристика цвет глаз со значением стеклянный. Если мы на нее нажмем, то увидим всех персонажей с таким же значением в данной коллекции. Можно, например, добавить год создания со значением 2021, но у себя пока я оставлю все эти поля пустыми. Дальше идет Unlockable Content или Разблокируемый контент. Пожалуй, самая интересная функция NFT. Это та информация, которую могут увидеть только те пользователи, которые купят ваше произведение. Например, ссылку на ваш файл в высоком разрешении или приглашение в закрытый чат в Телеграме. Все, на что хватит вашей фантазии. Эксклюзивный контент позволит повысить ценность вашего NFT. Эту функцию я пока оставлю выключенной, потому что ничего добавлять не буду. И, наконец, последний пункт – это количество экземпляров нашего предмета. Если вы хотите создать больше одной копии, то почитайте справку, нажав на вот этот вопросик. Это будет также бесплатно, просто появляется некоторое количество сложностей. Например, нужно будет специальным образом настроить нашу коллекцию. Несколько копий предмета может понадобиться, например, если вы создаете игровые предметы. Или хотите, чтобы ваша песня в формате mp3 была сразу у нескольких человек. После того, как мы внесли все настройки, которые хотели, нажимаем «Создать». Появилось оповещение о том, что наш маф-лого был создан. Давайте теперь посмотрим, как выглядит страница этого товара на сайте. Для этого нажмем «Визит», либо просто отыщем его в разделе «My Collection», где мы его создали. Там он уже тоже будет. Токен уже создан, но мы видим предупреждение, которое означает, что наша коллекция не подтверждена. Пока ее не одобрила администрация OpenSea, ее не будет видно в поиске, а только по прямой ссылке. Дело в том, что кто угодно может создавать предметы с любым именем. Например, от имени Илона Маска можно опубликовать картинку ракеты. Поэтому OpenSea и проверяет всех продавцов. Когда OpenSea проверит нашу коллекцию, это предупреждение исчезнет. А если у нас будет много продаж, то коллекцию верифицируют, и появится синяя галочка. Здесь указано, что нужно сделать, чтобы избавиться от предупреждения. Необходимо зайти в расширенные настройки и отправить ее на проверку. Но даже сейчас, не подтверждая коллекцию, не выставляя ее на продажу, мы можем продвигать работу с помощью своих каналов. Например, поделиться ссылкой в социальных сетях. Или создать видеоинструкцию, как это сделал я. Если кого-то заинтересует работа, он сможет сделать нам предложение. Мы увидим его в этом блоке Offers. Итак, мы бесплатно создали свой NFT на площадке OpenSea. Если инструкция оказалась полезной, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!